Добрый день, приветствую вас на вебинаре компании Тензор. У нас сегодня очень интересная тема подвох работы самозанятых. И он пройдет не просто в формате вебинара, то есть мы будем рассказывать вам что-то, мы решили пропустить вот эти азы, в чем риски заключаются, мы будем сразу рассматривать на определенных кейсах. И когда анонсировали вебинар, просили вас специально заполнить анкету, вот некоторые у нас согласились, спасибо вам большое. Часть мы взяли из вопросов наших кейсов, которые самые распространенные были. Но прежде чем я начну, я представлюсь, представлю вам свою соведущую прекрасную и расскажу некоторые технические вопросы. Меня зовут Ирина Анфимычева, я главный бухгалтер со стажем работы 20 лет и эксперт по сбис-бухгалтерии в компании Тензор. И возможно мы с вами уже встречались на других вебинарах и курсах, если вы проходили. Моя прекрасная соведущая Виктория Бердичевская. Здравствуйте. Виктория аудитор, налоговый консультант, преподаватель, член опоры России. В общем многогранная личность и постоянно, постоянно Виктория Олеговна присутствует в судах, защищает предпринимателей, бизнесменов, в том числе вот по рискам, связанным с самозанятыми, по претензиям налоговой, по переквалификации в трудовые договоры. Поговорим, как же снизить риски и в конце я вам проведу презентацию нашего нового курса совместного с Викторией Олеговной. И, естественно, мы ответим на все ваши заданные вопросы. Итак, вот первый кейс и ситуация, которую нам описывали наши зрители. Есть договор подряда с застройщиком на выполнение электромонтажных работ в строительстве жилого дома. Я думаю, что вам описание тоже видно на экране. Есть бригада рабочих, у которых несколько человек оформлены самозанятыми. По сути, бригада выполняет часть работ в качестве субподрядчика. Оплата производится ежемесячно. Я там, по-моему, даже уточняла у Евгении, он говорил, что один раз в месяц, ни несколько, ни как зарплата примерной. Общий срок работы договора по объекту один год. Да, суммы разные, в зависимости от выработки. То есть, ну, здесь вроде бы учтено, да, что сдельная оплата труда, оговорка, да, что сдельная оплата и выплачивается в начале месяца за предыдущий, но конкретной дате не привязана. И кроме нашей компании, бригада тоже работает и с другими заказчиками на других объектах. Вот хотят понять, есть ли риски признания договоров трудовыми. Ну, здесь, если говорить о рисках, конечно, надо более детально это все дело изучить. Если говорить по общей сейчас конверт, ну, как нам это дело описали, судебная практика по строительству есть положительная. Это как бы хорошо, то есть надо это дело вам посмотреть. На нашем семинаре у нас выложено это дело. Значит, что из вопроса занято? Есть рабочие, судя по всему, которые самозанятые и не самозанятые. Помним про письмо Минтруда, что вот у них критерии 30% тоже могут быть самозанятыми, поэтому, если у вас, скажем так, 70 с чем-то процентов ваши сотрудники или по договорам ГПХ и 30% самозанятые, то есть это, ставим галочку, этот риск у нас снижается. Смущает название, есть бригада, в которой есть самозанятые, если честно. Не очень понятно, как распределяется тогда функционал, как считается сдельная ставка, ну, надеюсь, что у вас-то в договоре прописано. На что обратить внимание, это ключевое в договоре и, ну, дополнительное соглашение в договоре, потому что вот уже прочитав семинары, обращаются люди с анализом договоров. Иногда не совсем понятно, что делают рабочие. Если говорить, вот у нас электромонтажные работы, ну, значит, он должен проложить, там, 3 метра кабеля, там, установить 15 счетчиков, то есть должна быть четкая конкретизация, а не так, что он пришел и, ну, теоретически он не знает, что, в принципе, должен делать. Поэтому вот в актах, пусть вы их сделаете, там, задним числом и доп. соглашения к договору, конкретизация работы, но это должно быть четко прописано, чтобы, скажем так, всем было понятно, то есть делаем вид, что мы совершенно независимые с вами, и вы это все должны хорошо прописать. Оплата, уже, как вот сказали правильно, Ирина отметила, что не два раза в месяц это уже хорошо. Желательно бы еще вот этот один раз в месяц, не связанная с датой выплаты заработной платы основным сотрудникам вашим. Тоже вот пишите срок договора год, и в то же время есть иные заказчики. Ну, не очень понятно, когда тогда успевают вот эти самозанятые работать еще с иными заказчиками. Если, в общем, конкретизировать вот эту ситуацию, ну, вывод сделать, отсутствие монозаказчика изумительно здорово, и хорошо, что ваши, ну, ваши работники вашей бригады работают еще с другими заказчиками, значит, в любом случае, наверное, где-то будет прерываться время работы, ну, то есть не будет целый год, 365 дней они у вас не работают, даже с учетом выходных. Это как бы положительно. Поэтому здесь ключевое обратить внимание на свои договоры, на акты выполненных работ, насколько там конкретизировано, насколько отличаются ставки какие-либо от ваших рабочих, которые у вас по ГПХ или по трудовому договору. И я считаю, вот пока как занят вопрос, то есть как бы есть шансы, что все будет у вас хорошо. То есть риск все равно всегда он остается, потому что, ну, наша налоговая служба, как утром встала, похоже, так настроение у них, ну, вот сработало, да. Вот, поэтому я говорю, если соблюдаются вот критерии по письму Минтруда, 30%, не монозаказчиков, выплаты нерегулярные, они подчиняются трудовому распорядку. Обратите внимание, кстати, на свои журналы, потому что стройка, кто их журналы допуска на работу, то есть как они проходят, там забыло как-то, не подчинение, безопасность. Слово вылетело из головы. Техника безопасности. Да, техника безопасности, что вот это проходит. И вот если к стройке сразу же говорю, кто их обеспечивает СИЗами, желательно убрать все-таки средства индивидуальной защиты, кто просто не в стройке, чтобы понимали. То есть все-таки какую-то часть вот обеспечения расходниками, средствами индивидуальной защиты, чтобы самозанятые это приобретали сами, чтобы не вы их обеспечивали, то есть как-то сделайте какие-то отличия от рабочих. И тогда я считаю, что у вас есть шансы, что вы все это пройдете как бы неплохо. Ну то есть в целом ситуация неплохая. И тут даже и Евгений очень много признаков назвал, чем отличаются самозанятые от настоящих работников, да? Но точечно можно поработать. Ну вот здесь надо просто самим как бы на самом деле внимательно посмотреть договор. Вот уже сейчас, когда прошло много времени, посмотреть судебную практику, каким образом защищались компании, когда налоговый орган все-таки предъявил претензии. И может быть оттуда что-то взять и на самом деле внимательно посмотреть на свой договор. Потому что чаще всего по опыту вижу, на самом деле в договоре мы слегка так расслабленно их делаем, понимая, что мы две стороны понимают, но вот для налоговой нужно как бы более серьезно поработать над договором. А так, да, в принципе все неплохо. А мы переходим тогда к следующему кейсу. Здесь уже описывает IT-компания, свой кейс самозанятые, оказывали услуги по разработке веб-дизайну. И здесь уже так получилось, что ООО столкнулось с требованием налоговой. Суть претензии в 23-м привлекались 3, 5, 10 там указывали, я помню, самозанятых каждый месяц, что оказалось слишком частым и многочисленным, по мнению налоговой. В результате ООО оказалось в красной зоне требует, чтобы самозанятые аннулировали часть чеков, а юрлицо оплатило налоги, доплатило уже получается, да, как с трудовых отношений. Все документы, договоры и чеки в наличии, но характер перечисления вызывает вопросы из-за больших сумм и частоты. Суммы могут варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей. И здесь у нас зритель наш спрашивает, правоверно ли требования налоговые, как обезопасить себя в будущем и спасет ли ситуацию то, что они самозанятым, порекомендуют стать индивидуальными предпринимателями, но опять же на режиме НПД. Чтобы продолжить дальше сотрудничество с ними уже в качестве статуса ИП. Отвечаю, да, Жена? Да, да. Значит, ну по частям разберем этот вопрос. Правоверно ли требования ФНС? Ну, последняя судебная практика, что ФНС может требовать у нас все что угодно. То есть как бы суды практически всегда стоят на стороне налогового органа. По поводу требований ФНС, здесь что хочу сказать. Вопрос у вас требования все-таки или уведомления о даче поясения, потому что если это старый период, требования уже быть не может, камеральной проверки нет вне рамок. Навряд ли это ситуация. Ну, требования выставлены по 93.1. Скорее всего, что у вас все-таки на руках уведомление о даче пояснений. Моя позиция как налогового консультанта всегда давать пояснения, потому что при грамотно составленных пояснений вы можете снять какие-то вопросы и не довести налоговый орган до выдачи вам акта камеральной налоговой проверки. Скорее всего, в вашем случае камеральная проверка будет. Ну, или вы, зная, если уж совсем периоды у них ушли. Вот, поэтому требования, скажем так, прошу прощения. Требования, я так думаю, даже не буду оценивать правомерно-неправомерно, мы не видим требования, как бы дословно, да, но право у налоговых органов исследовать эту ситуацию законно. Как обезопасить себя в будущем? Ну, опять же, то, что я уже говорила, смотрим письмо Минтруда. Есть ли у вас какие-то в вашей организации нанятые сотрудники по трудовым договорам обязательно? То есть нет ли такой ситуации, что у вас директор, главный бухгалтер и остальные, ну, как бы привлеченные, самозанятые? Это очень важно. Поэтому здесь вот что можете сделать? Нанять кого-то все-таки в штате или кто реально у вас сидит? Ну, просто не очень понятно, сам бизнес, чем вы занимаетесь, что те, кто реально сидят постоянно в офисе или постоянно поддерживают ваш, там, например, веб-сайт или что-то такое. То есть разбавить самозанятых наемными работниками, что можно сделать. По поводу спасти ситуацию, стать ИП на НПД, ну, я не вижу тут никакого спасения, как был самозанятый только вид сбоку, поэтому, в общем-то, я не думаю, что здесь спасение есть. Может быть, как вариант, посмотреть какую-то часть, перевести все-таки ИП на, например, патентной системе налогообложения, потому что кодексом предусмотрено. Здесь надо налоговым кодексом, мы знаем, что все регионы на основании, вот именно главы налогового кодекса принимают свои законы по патенту. И если в вашем регионе, скажем так, есть этот патент, может быть, рассмотреть еще и такой вариант. Все-таки не самозанятые, а индивидуальные предприниматели. Но опять не забываем, что должны быть свои сотрудники, потому что ИП все-таки на сегодняшний момент это как-то смотрится все равно лучше. Хотя я бы сказала, что суть-то та же самая, все равно 6% вы будете платить. Ну и тоже, что важно, что должны быть еще иные заказчики. Это на самом деле очень важно, потому что по анализу судебной практики видим, что монозаказчик – это очень-очень нехорошая ситуация. По поводу характера перечислений, наоборот, может быть, даже хорошо, что вы можете перечислять раз в 4 дня, в 5, суммы у вас разные, то есть нет такой системности, что за месяц они вам выставили акты. По поводу красной зоны, уж вопрос нам не задают. Тут красная зона всегда плохо, из нее надо каким-то образом выйти, и здесь суть претензий, как бы вам просят все-таки аннулировать часть самозанятых. Здесь надо вам принять просто решение, то есть как бы по внешним признакам, ну вот то, что я говорила, есть ли сотрудники, какое процентное соотношение сотрудников, где реально сидят ваши самозанятые, где они оказывают услуги, потому что все-таки в разработке веб-дизайна они могут сидеть вообще в других регионах, и тогда вот такие признаки, как подчинение трудовому распорядку, явно у вас отсутствуют они, и сидят они где-то в других местах, теоретически это возможно. Поэтому здесь внимательно на себя посмотрите, я говорю, моя позиция попытаться с налоговой договориться, это, увы, в наше время сейчас, наверное, самый лучший вариант. Вопрос, насколько это вам сложно, то есть они сейчас вас просят большую часть чеков, может быть договориться, что одного-двоих вы все-таки переведете, это решение, ну, скажем так, только за вами, и здесь сложно вот так вот по таким, скажем так, рамочным каким-то, рамочной информации, ну, вас консультировать. Возможно, получится, возможно, не получится. Сказать, что судов много, ну, немало, наверное, да, я думаю, со следующего года судов будет все-таки еще больше, потому что заканчиваются наши, так называемые, моратории непроверки самозанятых, поэтому проблемы все равно могут быть. Поэтому тут надо или конкретно исследовать все-таки ваши документы, наверное, лучше договориться, это мое мнение, конечно, всегда. Да, и, кстати, вот, взвешивая, надо еще и по суммам смотреть, да, Виктория Олеговна недавно проводила свой семинар, и оказалось, что у нас слишком большие стали пошлины на то, чтобы судиться. Налоговый орган за бесплатно выходит, налоговый орган пойдет. Нет, а мы года, да, если вы все-таки налоговый орган выставили по макт, решение по проверке, да, то, конечно, в суд идти сейчас, да, будет очень дорого. И здесь, на самом деле, суммы, я бы даже сказала, взвесить, вот мы не видим, сколько они просят у вас самозанятых. Может, они, на самом деле, взять самых дешевых, скажем так, и перевести их в трудовые отношения. Здесь, посмотрите, иногда налоговый орган тоже, у них сейчас вот хорошая позиция смотреть не назад, а вперед. И сейчас вот по моей практике мы вот иногда договариваемся, что ну давайте мы вот с 24-го года вообще исправляемся сейчас. То есть даже это можно договориться, то есть как бы вот их требования, их рабочая встреча, если у вас какие-то там были такие вот взаимоотношения, мы говорим, ну все, мы в этом году исправились, простите нас, пожалуйста. И это, на самом деле, тоже работает по причине того, что цель налоговой службы не только наказать за прошлое, а заставить нас перестроиться. Если вы перестроитесь, то, может быть, и таким образом вам удастся выйти из красной зоны, скажем так. А вот, кстати, я сейчас подумала, мы очень часто употребляем аргумент, что не монозаказчик, а мы должны, получается, спрашивать у самого самозанятого. Желательно все-таки спросить, конечно. Да, получается, что вы должны, ну, сейчас вся позиция споров с налоговой службой, что не так, как написано в налоговом кодексе и в работражно-процессуальном кодексе, что налоговый орган доказываем, доказываем мы. Понимая вот эти маячки, по которым налоговый орган работает, наверное, проще спросить, конечно, сразу же у своего самозанятого, у тебя еще есть. Конечно, он не обязан отвечать на ваши вопросы, но вот теоретически, например, вот у меня ходит, обслуживает компьютер молодой человек. Самозанятый, правда, так и не хочет стать. Я знаю, что у него там человек 15-20. То есть, если даже он станет самозанятым, я вот по этому критерию, что он только работает у меня, однозначно не подходит. Но, опять же, вы можете легко проанализировать. Если он у вас занят 8 часов в день, вероятность низкая. Если у вас разовая работа, он сделал дизайн или разработал какой-то сайт, еще что-то, и это какие-то разовые вещи, то, наверное, высокая вероятность, что он еще где-то или работает по трудовому договору. Кстати, тоже как вариант неплохо, что все-таки он не ваш, потому что если он по трудовому договору работает где-то 8 часов, это явно он не может быть с вами связан с трудовыми отношениями полностью. Поэтому здесь, да, надо с ними разговаривать. Другого варианта у нас нет. Нет, а налоговая-то как мы потом поговорили, и вот он нам сказал? Или что мы должны предоставить в качестве доказательства? Теоретически, если говорим, что у вас все-таки появилось требование или уведомление, вот хороший вопрос, на самом деле, вы задали, то мы имеем право, я даже советую вам написать на основании вот этого уведомления налоговой службы. То есть приходит вам уведомление, что в 2023 году они у вас видят много самозанятых и просят стандартного уведомления оценить свои налоговые риски и сдать уточненную декларацию. Вы своему самозанятому направляете официальный запрос. Мне тут пришло требование, прошу вас пояснить, работаешь ты еще где-то. Ну, такие вопросы. Налоговые на уведомления можете, вот, кстати, потому что сроки у нас короткие по уведомлениям, написать, что прошу предоставить дополнительное время напрашенные запросы. Да, можете даже к бумаге, когда вы направляете на продление, приложить вот эти ваши запросы, что вы сделали самозанятым. Самозанятые вам отвечают. Это как у нас получается юридический документ. Потому что просто спросить их, сказать, я их спросила, они мне ответили, не очень. И вы прикладываете к ответу своему уже, когда вы подготовите ответ на уведомление, прикладываете ответы самозанятых. Может они раскроют, может не раскроют, но налоговый орган, по крайней мере, внимательно посмотрит и вам будет легче защищаться. Это как бы хорошая очень вещь. Перейти на вооружение. Я тоже, кстати, запомнила. Следующий кейс у нас. Мы занимаемся производством женской одежды. Заказы на коллекцию получены, но из-за того, что кадров своих не хватает, не успеваем их выполнить вовремя. Поэтому размещаем заказы на пошив у сторонних организаций ИИП. Но сейчас вот новый контрагент, он самозанятый. Вроде бы и документы в порядке, но смущает, что он будет выполнять те же заказы на пошив, несмотря на наличие в штате такой же позиции швеи. И если будут услуги выполняться на регулярные условия, при условии, если договорятся они с этим самозанятым. И нас спрашивают в этом кейсе, можно ли привлекать самозанятых на постоянной основе по договору по пошиву одежды из материалов заказчика, если у нас швейные предприятия и имеются вакансии швеи. То есть, я так понимаю, не нашли пока швеи на вакансию в штат, но при этом есть самозанятый, желающий оказать такие же услуги по пошиву. Ну, смущает в вашем вопросе сразу же использовать на регулярной основе. То есть, если уж у вас есть вакансия, то предполагается, что этого самозанятого вы наняли временно, потому что, как вы опять пишете, вы не успеваете выполнить заказы вовремя. То есть, регулярная основа – это большой очень минус, если на самом деле вы показываете, что вы взяли эту самозанятую, ну, ее, предполагаю, да, пошив, на месяц, на два, да, скорее всего, что у вас не будет проблем. Какие у вас здесь могут быть подводные камни? Где она шьет? Понятно, что, скорее всего, раз у вас услуги по пошиву – это довальческая схема, то есть вы из материала заказчика, предполагаю, конечно, шьете. И если эта самозанятая шьет там у себя дома, и вы там ей приносите, скажем так, заготовки, да, вот какие-то из ткани заказчика, и она сшивает, это одна ситуация. Если она приходит, работает во вашем оборудовании, она должна уложиться в определенное время, работает там с 9 до 5 или до 6, то это, конечно, большие минусы. И вот то, что мы еще не сказали ни в одном кейсе, самое слабое звено, это у нас во всех проверках, это допросы самозанятых. И что вам скажет вот это ваша самозанятая или ваш сотрудник, назовем так, привлеченный подрядчик, если он скажет, что это вы посоветовали, это у вас было условие, это одна ситуация. Если она скажет, что это было ее условие, она не готова работать в штате, чтобы встать и уйти, расторгнуть с вами договор, это совершенно иная ситуация. Поэтому во всех, которые кейсом рассмотрели, всегда контролируйте своих самозанятых, если есть, конечно, такая возможность. Как они ходят в налоговый орган, стараться их не допускать самостоятельно, потому что запутать на самом деле любого человека налоговый орган делать профессионально, и не понимает человек, что один тот же вопрос записан чуть-чуть по-другому, ответ имеет совершенно разные оттенки с точки зрения налогового спора. Поэтому, с одной стороны, если разово можно, если регулярное слово, я бы сказала, нельзя. Раз в штате есть швея, опять помним про пропорцию, 30% не больше самозанятых. Ну и опять ключевой вопрос, договор, акт, как вы прописываете все-таки детальное выполнение работ. Ну и в договоре опять предусмотрите, ну я говорю, мне кажется, будет сложно, если она на самом деле приходит у вас на линии, сидит, то есть у нее там деталь переходит дальше к следующим, здесь как бы возможны все-таки какие-то риски. То есть вот я говорю, у нас все вопросы такие, можно, но в то же время любой самозанятый, мне кажется, может вызывать риски, кроме услуги там домоработницы, няни, может быть, даже уборщицы, хотя и с ней может быть вопрос, потому что офис моют каждый день, наверное, у большинства. Ну вот да, кстати, про допросы мы очень много тоже говорим, и на нашем курсе, и Виктория Олеговна там дает советы, как надо вообще самозанятым, как его настроить на эти допросы. И недавно я смотрела вебинар своих коллег, тоже там была тема самозанятости, и в общем рассказывали самозанятого, вызвали на допрос, все у него хорошо, то есть да, я сам самозанятый, я сам себя обеспечиваю там средствами труда, все-все-все. Ну а что-то вот может быть вас не устраивает там со своим заказчиком. Ну вот всем отпускные выплатили, а там 20 самозанятых, а мне не выплатили. То есть он подставил не только себя, но и всех 20 человек сдал, которые тоже были, ну, такими условными самозаняты, и на самом деле это было прикрытие трудовых отношений. И в общем вот на таких мелочах и подлавливаю, да, ну и в том числе как бы, я думаю, что человек там тоже не хотел ничего сделать, неприятности какие-то своему заказчику доставить, да, вот он просто абсолютно искренне пожаловался. Ну вот здесь как раз вот задача сопровождающих на допросах, просто почему вот это важно, я всегда говорю, почему когда вас вызывают в органы внутренних дел, все идете ищут адвоката и кого-то сопровождающих, а налоговую службу, все мы почему-то считаем, что мы там сами справимся. Вот если бы сидел с этим самозанятым, скажем так, налоговый консультант или кто-то сопровождающий, там юрист, ну не имеет никакого значения, скажем так, профессионал, который понимает на вопрос, что вы хотите добавить, явно бы сказали, что это допрос, создавайте конкретный вопрос. Ну то есть от этого вопроса, я думаю, спас бы любой сопровождающий. Поэтому вот возвращаясь к вопросу, если все-таки вы каким-то образом контактируете со своими самозанятыми, если вы понимаете, что в отношении вас, а профессиональный бухгалтер всегда почувствует, когда начинают, ну скажем так, крутиться вокруг волны уже пошли, ну и опять это уведомление, то есть явно налоговый орган будет отрабатывать, вы попали в какую-то красную зону, держите все-таки связь со своими самозанятыми, вплоть до того, что у меня вот есть клиенты, которые меня даже посылают, у меня был вариант ИП, правда, у нас был подрядчик, меня в другой регион оплатили командировку, чтобы я его сопровождала на допросе, хотя вроде нормальная девушка, как бы мы с ней все хорошо, но вот я сидела рядом, каждый ее, по крайней мере, ответ, я, ну скажем так, редактировала налогового органа, то есть мы прошли прекрасный допрос, ну видят даже наши инспекции, что тоже сопровождающий поехал в других регионах, ну право есть, никто не запрещает, все вроде как понимают, да, что подготовлено это все, но тем не менее лучше так, чем вот такие ответы, что меня попросили. У меня был такой же похожий очень вариант, когда у меня директор был, ну скажу так честно, номинал, он все хорошо тоже ответил, я все сам в конце его спрашиваю, вы номинальный руководитель? Он говорит, да, ну все. Ну то есть здесь, конечно, мне удалось снять этот вопрос, сказать, что подождите, я разъясню клиенту, что значит номинальный руководитель, он сказал, нет, 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 я не то имела в виду, я не поняла вопроса, то есть этот вопрос у нас из протокола допроса ушел. А так вот на самом деле, то есть человек на все подготовился, вот этот вот вопрос в лоб, и все закончилось на этом. А мы переходим к следующему кейсу, кейс про marketplace, интересная тема, да, у Виктории Олеговны тоже есть много что сказать. У нас работает три человека по договору подряда, и специально я спрашивала, там уточняла, да, в самом договоре написано услуги оператора пункта выдачи заказов. Без приема оплаты от клиентов обязанности входит по заданию, заказчика, выдача товаров по заданию заказчика, и поддерживать чистоту в пункте. И прописана в самом договоре ответственность за гибель или порчу товара. Чеки пробивают сами самозанятые, суммы всегда разные, зависит от отработанных дней, и трудоустраиваться сами самозанятые не хотят. Вот я, кстати, у нас и в вопросах в том числе видела несколько таких апелляций, что, ну а что мы сделаем, самозанятые сами не хотят. Ну вот мы, собственно, как бы идем им на встречу, и пусть они будут самозанятыми. Там пенсионер и двое получают пособие. Ну можно ли самозанятого нанимать в пункт выдачи, да, и чем чревато вот это? Ну на сегодняшний момент, раз что такое у нас вопрос про маркетплейсы, хочется сказать, что маркетплейсы, наверное, ну многие, кто работает с маркетплейсами, заметили повышенное внимание налоговых органов к маркетплейсам. У нас вот, у меня очень много сейчас вот этих запросов, налоговый орган отрабатывает, федеральная налоговая служба дана указание, имейте в виду об этом. Всем, кто работает, разобраться со всеми, кто работает с маркетплейсами, сейчас исследуется 23 год, но дано указание, скажем так, если вы не идете на встречу, там не помогаете, окунуться еще и 21-22, то есть никто это не запрещает. Вот у меня интересная статистика, я, если честно, удивилась этой цифрой, полтора триллиона рублей теряет государство через маркетплейсы. Конечно, здесь, я так полагаю, что и НДС, и вот пошлины, понимаем, что там контрафактов все-таки довольно-таки много, и в том числе поднимается вопрос, на самом деле, использования самозанятых в маркетплейсах. Кстати, у меня первый клиент, который самозанятыми ко мне пришел, был именно оттуда, с маркетплейсов, там была упаковка товара, чуть другое, то есть он сам торгует. По вашему вопросу, я бы сказала, вот, наверное, ну, сложно сказать однозначно нет, но мне не нравится все, я думаю, что нет. Есть материальная ответственность у вас прямо в вопросе, что это, как бы, в большинстве своем все-таки, да. Выходит, он никогда ему захочется, он должен выйти с такого-то времени, и явно он должен работать в то время, когда табличка у вас на пункте выдачи заказов висит. И поэтому здесь вот все признаки трудовых договоров, ну, вот они прямо на лицо. То, что чеки проявляют, конечно, молодцы, суммы разные, но опять, видите, зависит от отработанных дней. То есть, скорее всего, день он отработать все-таки должен графикой, ну, там, с 9 до 9, как они работают. По поводу того вопроса, что да, вот о чем мы виноваты, что они не хотят. Ну, риски ваши. На сегодняшний момент судебная практика лежит именно так, что самозанятых как раз никто не трогает. То есть их никто не наказывает, понимая, что это более слабое звено в вашей цепочке. И вы рискнули, вы его наняли, он не хочет получать, как бы, официальную заработную плату, не хочет повышать свои доходы. Это будет только ваш риск. Поэтому, ну, есть вариант поискать, конечно, другого, да. Я понимаю, что сейчас напряженность на рынке труда у нас очень высокая, как раз сложно найти сотрудников, да. То есть эта проблема на сегодняшний момент есть. Но понимайте, вот именно ваши риски. И вот тоже вот очень хороший вопрос прям про пособие. Я вот все время своим клиентам очень часто говорю. Когда вы идете навстречу вот этим людям, которые говорят, я получаю пособие, там, кто-то на детей, кто-то по уходу, малоимущие, вы вот посмотрите на эту ситуацию чуть по-другому, вы вместе с ним воруете у государства. И это уже совершенно иная тяжесть вины, ну, вот даже вот с точки зрения общественной опасности, скажем так, вашего деяния, как юрист сейчас такими терминами начинаю говорить. И вот эта у меня ситуация, вот она мне вообще не нравится. И опять, когда я хожу на допросы со своими клиентами, вот это очень часто, кстати, прямо звучат, человек не хочет устраиваться, потому что получает пособие. Я говорю, вычеркиваем это, мы это не говорили. То есть, по сути, вы становитесь как бы соучастником вот этого преступления в виде воровства от государства. Это вообще чистое водомошенничество, если честно. Пока, конечно, таких прецедентов не было, но вот теоретически возможно. То есть у нас государство нацелено помогать именно малоимущим, а здесь получается, что эти малоимущие совсем, ну, далеко не малоимущие. У меня есть вот безработные, которые ездят на Мерстерсах последних моделей. Я говорю, ну уж хотя бы не ходите за пособиями, имейте совесть, мало того, что вы не работаете. Поэтому вот в этом вопросе я считаю, что рисков очень много. Ну и плюс вот это повышенное внимание к маркетплейсам, оно может сыграть злую шутку. Вот с вами, как с лицами нанимающих вот этих самозанятых. А вот та история с вашим клиентом чем закончилась, которая выдача? Прошли. Это было года два назад. Это было самое начало, когда начали использовать самозанятые. Ну, первое, с чем мы столкнулись, когда у него, конечно, максимальное, то есть 2 400, 200 тысяч. Я говорю, а что хоть он делает, что в договоре? Я говорю, да я сам не знаю. И самозанятый у меня пошел на допрос, я тоже говорю, что ты делаешь? И самозанятый тоже не очень понимает, что ответить. Но это была та волна, когда нам сказали, когда, ну, самозанятые, скажем так, были в фаворе у государства, да, надо было показывать, что это хорошая система налогообложения, что все здорово, это хорошо продумано. И, скажем так, мы проскочили. У него сейчас у этого клиента как раз другая проблема, он пришел к нам на аутсорсинг, у него теперь проблемы с маркетплейсами. Ну, то есть с комиссией, которую мы, скажем так, с вами сейчас не обсуждаем. Так, а мы переходим к следующему кейсу. Для проведения курсов. Вот тоже, кстати, я много взаимодействую с коллегами в сфере образования, да, и там тоже частая ситуация, когда практически все трудоустроены, не трудоустроены, а оформлены, да, в качестве самозанятых. И вот у нас тоже тут описывают, что и преподаватели в статусе самозанятых, и помимо преподавателей используются специалисты техподдержки, онлайн-трансляции, дизайна, реклама, фото. Курсы практически полностью обеспечиваются самозанятыми. В чем риски такого использования самозанятых для проведения курсов? Преподаватель техподдержка рекламы. Ну, вот с рекламой, может быть, там, да, с дизайном каким-то... И с техподдержкой даже бы я сказала. Нет, техподдержка, она все равно такая постоянная. Ну, а здесь вопрос, наверное, интенсивности ваших курсов. То есть насколько вы часто у меня со мной, как бы, образовательные центры, да, если у меня там курсы эти проходят, там, 3-4 раза в год, наверное, это не смертельно. Если это постоянные там вот онлайн-школы, как сейчас очень много, и вы эти курсы постоянно проводите, и кто-то сидит, ну, за компьютером, и это помогает, туда соглашусь, наверное, здесь может быть проблема. То есть с рекламой, с фото соглашусь, с дизайном, наверное, это не так часто разрабатывали, какие-то слайды обрабатываются. По поводу преподавателей хочется сказать отдельно. Ну, во-первых, закон об образовании не забываем. То есть все-таки должны быть преподаватели, теоретически, Минобро может на это дело посмотреть. Преподаватели, с одной стороны, на самом деле, я сама штатный преподаватель вуза, и я по другим организациям хожу, также читаю, как бы, лекции. И если, опять, не монозаказчик, в принципе, тоже ничего страшного нет. Монозаказчик, опять же, плохо. Но я бы, наверное, разбавляла бы, то есть вот у нас в вопросе прямо получается, что практически полностью обеспечивается самозанятым, я бы, наверное, разбавила, я бы взяла преподавателей обязательно в штат все-таки, пусть даже не в штат, а по ГПХ, потому что, ну, опять же, в зависимости от интенсивности курсов здесь в вопросе у нас с вами не расписано. То есть если это разовые курсы, преподаватель пришел, отчитал эти курсы, и потом вы продаете вот эту запись, это одна совершенно ситуация, да? То есть тогда возможно как бы разовое. Если у вас постоянно идет, и курсы ДПО у нас даже не написаны, это онлайн, не онлайн, тоже у нас вот этого нет, наверное, все-таки имеет смысл кого-то все-таки взять в штат. Поэтому здесь, ну, первое из советов, в чем риски, это, скажем так, 100% самозанятых, как вот у вас выписано, это ключевой риск, и он, наверное, самый существенный. То есть первый совет это разбавить, разбавить все-таки трудовыми отношениями, потому что подоходный налог, вот опять-то уже недавно была, причем у нас интересные стали встречи, вот мы про это говорим на нашем семинаре, после вот письма Минтруда, когда, правда, не было органов власти, но вот налоговый орган проводил именно с точки зрения НДФЛ, они говорят, мы понимаем очень многое, но вот НДФЛ, местный бюджет отдайте. Здесь вот эти встречи, они на уровне региональных будут у вас проходить, потому что все-таки федеральные налоговые службы, которые региональные, вернее, прошу прощения, они все-таки должны генерировать налоги и бюджет субъекта, и здесь налоговый орган будет все-таки говорить, да, ребят, подоходный налог отдайте. Ну, то есть это обязательно будет, это проблема, поэтому, ну, первый совет, риск, это ключевой риск у вас, это 100% самозанятые, а остальное надо смотреть конкретику, то есть опять на кого, монозаказчик, вот то, что мы с вами говорили, как часто выплачиваете и так далее, то есть здесь вот это все очень важно. И я хочу добавить вот конкретно по сфере образования, была тут недавно на большой конференции, посвященная онлайн-образованию, и там вот кулуарный разговор, таки не для камеры, да, что государство сейчас очень сильное внимание будет пристально уделять конкретно вот в этой сфере. И не только с точки зрения самозанятых, а и с точки зрения правомерного, или вы используете патент, да, и тут опять же, как бы, то есть индивидуальный предприниматель может проводить образовательные услуги без лицензии и применять патент, да, но если он нанимает преподавателей, а лицензии нет, то является ли это уже образовательным услугом? Прямо четко, потому что если по сравнению с законом образования, индивидуальный предприниматель только самостоятельно без лицензии может работать. Поэтому здесь, конечно, ну вот очень много, вот Витя подводных, вроде как вопрос там, ну вот он у нас есть, да, с вами, но столько вопросов, которые хочется задать после этого, скажем так, уточняющих, да, поэтому, ну как бы, вот если ООО, ну да, не очень хорошо, хотя, честно скажу, сама Гришова прочитала семинар, все себе как на ИП отправила. Ну, я понимаю риск, но у меня, скажем так, такого на 6% по большому счету я государству все заплатила. Вот здесь. Из кейсов у нас все, мы обещали рассмотреть 5 кейсов, но не покидайте нас, мы еще, у нас еще есть вопросы от вас, которые мы тоже посмотрим, но я хочу дать передых Викторию Олеговну, да, и поговорю сейчас сама. И хочу вам показать, как упростить и автоматизировать работу с самозанятыми, потому что наша система СБИС позволяет и ввести сами договоры, да, и в том числе, кстати, проверять самозанятого, мы об этом тоже на курсе говорим, и Виктория Олеговна рассказывает в одной из своих лекций, что обязательно надо вообще проверить самозанятого перед тем, как с ним договор заключать, да, является ли он вообще самозанятым. Ну, и в принципе, сейчас я вам покажу все стадии проверки, у нас не только сама самозанятость проверяется, но еще и куча всевозможных по открытым источникам, является ли он должником, вообще нормально ли у него диплом, может ли он такие услуги оказывать и так далее. Сейчас мы с вами доберемся до базы, я вам все покажу. Дальше, СБИС позволяет ввести реестр договоров, потому что, если один самозанятый, ну, окей, вы все в папочку сложили, у вас все под рукой, а когда у вас их много, когда они меняются в течение года, то уже листать эти все папочки будет неудобно, а здесь у вас вся картина будет перед глазами. Также СБИС позволяет делать и формировать и готовые формы договоров с самозанятыми, причем тоже классный там есть пункт про самозанятость конкретно, и ввести контроль начислений и оплат, причем даже в реестре вместе с зарплатой, если вам принципиально видеть вот как бы общий фонд оплаты труда и вместе с самозанятыми, да, вместе с теми начислениями. Вот так вот выглядит наша СБИС-бухгалтерия, для тех, кто не знаком. Возможно, у нас большинство наших слушателей пользуются только СБИС-отчетностью, вот знаете, что у нас еще есть СБИС-бухгалтерия, да, или вот сейчас у нас происходит ребрендинг, это САБИ-бухгалтерия, и для бухгалтерии есть даже специальное приложение САБИ-бу, и для того, чтобы учитывать самозанятых и проверять, например, их перед тем, как оформить с ними договор, у нас есть вот такой отдельный раздел проверки. Те проверки, которые мы уже провели, они тоже, сохраняются их итоги, да, и мы можем по каждому нашему физлицу, кого мы проверяли, посмотреть, вот тут для примера есть, сейчас задизаблена, да, потому что это все-таки демобаза, и мы, ну, и потому что данные не совсем настоящие, но у тех, у кого есть лицензия, да, оно выглядит все вот в печатном виде, и все, по всем базам видны вот эти проверки, по банкротству, по ограничениям на управление, по вообще действительности паспорта, по кредитам и так далее, то есть вот все-все-все проверяется, и сейчас я вам покажу, как работает эта программа, мы можем загрузить прям скан паспорта, вот у нас есть уже заранее заготовленный образец, сразу скажу, что ничьи персданные мы не засвечиваем, он не настоящий, мы специально делали такой муляж с неправдоподобными данными, паспорт распознается системой, вот здесь вы можете проверить и сопоставить с картинкой, да, со сканом этого паспорта, загружаем его, заполняем, также мы можем заполнить с НИЛС, также по скану, точно так же распознается вся система, и, ну, медицинской книжки у меня нет, и скан не распознается, да, мы можем еще скан диплома и проверить, например, там какие-то услуги нам самозанятые, которые требуют квалификации определенной, да, тоже проверить, что этот диплом, сейчас уже, наверное, где-то там в переходах не покупаем, да, сейчас на Авито, что он не куплен на Авито, вот он тоже тут у нас распознается, и мы нажимаем кнопочку проверить, сейчас сниму, что медицинскую книжку мы не будем проверять, да, нажимаем проверить, и у нас, видите, оформляется проверка по всем доступным источникам, и вот мы видим, что вообще-то у нас он должник, наш человек, которого мы собираемся оформить, по исполнительным листам у него большая задолженность, уволен в связи с утратой доверия, то есть тоже что-то не очень хорошее у него было в биографии, и все это у нас запоминается, да, оно сохраняется вот здесь в итогах проверки, и более того, вы можете и распечатать тоже вот такую карточку, такое досье на своего самозанятого, ну, либо если вы его трудоустраиваете, на своего сотрудника тоже можно провести такую проверку. Дальше, что мы можем, если у нас проблем не возникло, мы проверили, мы можем уже оформлять с ним договор, для этого есть специальный раздел по ГПХ договорам, а договор с самозанятым, это же по сути тоже договор ГПХ, да, просто там мы должны прописать, что у него статус самозанятого, и сейчас я вам покажу, уже оформленный, не будем время тратить никого оформлять, мы указываем, что это договор с самозанятым, и благодаря вот такой настройке у нас в печатной форме, сейчас построится договор, вот есть такой пункт иные условия, и здесь вот прям прописано про самозанятый, что исполнитель гарантирует, что он применяет этот режим на момент подписания договора, что он обязан выбить чек, что он обязан подписать документы, что он обязан сообщить, если он вдруг слетает с этого договора самозанятости, и вот эти условия, они тоже как бы вам, я думаю, что сыграют на руку, да, и спасут в каких-то ситуациях, что вот вы это тоже предусмотрели, что это не псевдодоговор, да, потому что тоже знаю такие ситуации и истории, когда просто с интернета скачивали какой-то, да, не задумываясь, очень, очень сильно похожий на трудовой договор, и там и график работы, и все, и это вам потом сыграет злую шутку, да, и в том числе вот суд, один из судов у моих знакомых переквалифицировали благодаря вот такому договору, где и график был прописан, и выплаты зарплаты, и так далее, у нас вот все предусмотрено четко, никаких здесь таких условий нет, которые подводят заказчика, и плюс здесь же в этой карточке договора мы и указываем и суммы начисления, причем можем указать разные варианты, вот тут у нас указано помесячно, но на самом деле можно по-разному указать, и здесь же мы по кнопке не выполнен, можем создать акт выполненных работ, потому что кроме чека, и мы там дальше будем смотреть вопросы, был у нас надо или только чек, нет, нужен еще и акт выполненных работ, и мы можем распечатать и акт тоже с готовой печатной формой со всеми реквизитами, и благодаря тому, что начисления у нас есть в системе, да, у нас вместе с данными по зарплате будут отражаться и расчеты по самозанятым вот таком реестре, но при этом, естественно, сумма по самозанятым ни в какие зарплатные отчеты включаться не будут, это вот чисто для вас визуально будет такой, и что я еще хотела сказать, я хотела позвать вас на наш курс, не только, а еще один момент, кто заинтересовался нашей программой, да, у кого много самозанятых, и вы нигде не ведете, например, эти договоры, нигде не считаете расчеты, да, не формируете акты, то, пожалуйста, у нас есть опрос по кнопке справа, да, в вебинаре, пожалуйста, перейдите, проголосуйте, если вам интересна эта тема, если вы хотели бы получить доступ, а вы можете, если у вас есть уже личный кабинет СБИС, даже если у вас отчетность, например, там только подключена, или какая-то еще лицензия, пресса, там розница, и так далее, вы можете еще и бесплатно на две недели вам менеджер подключит тестовый период для использования бухгалтерии нашей, для того, чтобы вы тоже могли попробовать, например, позаводить там своих самозанятых, поформировать договоры и так далее, и о других возможностях, если хотелось бы еще шире узнать, наш менеджер в индивидуальной презентации тоже вам все расскажет, а как можно вообще снизить риски, да, мы сейчас очень много говорили, и Виктория Олеговна давала много ценных советов, но в целом подведу такой итог, если вы уже столкнулись с какой-то ситуацией требований, или поняли, что у вас не все хорошо там оформлено, то вы можете взять, например, индивидуальную консультацию, и вот Виктория Олеговна тоже к ней обращается, и в том числе слушатели нашего курса, можете найти ее в соцсетях, или если кому-то нужны контакты, мы с вами поделимся. Второй вариант, но индивидуальная консультация, это все-таки оплата, да, определенная, да, вы можете сэкономить и пройти курс, где Виктория Олеговна вам все то же самое, но расскажет уже в записи, и плюс к этому курсу у нас прилагаются там чек-листы, подборка всевозможных рекомендаций, шаблоны, да, чек-лист даже по проверке вообще в принципе своей ситуации, мы с Викторией Олеговной тоже его разрабатывали, где у нас есть риски, да, там вы прям сами такое, самопроверка такая у вас будет, и ли изучить тему самостоятельно, но тут есть опять же как бы подводные камни в том, что не вся информация в интернете достоверна, да, и вот я упоминала уже, что например скачали шаблон в интернете, да, и попались, и самозанятого переквалифицировали, причем там вот инициатива была не налоговой в этой ситуации, там прям сам самозанятый возмутился, это кстати вот ну тоже один из рисков, да, может самозанятый просто заявить, что нет, я вообще не самозанятый, это я вообще хочу можно добавлю, перебью немножко, есть вот у нас на семинаре мы рассматривали несколько судов, когда самозанятый выходил в суд, чтобы признали эти отношения трудовыми с целью пособий и так далее, то есть такие риски есть, там насколько я помню в нашем семинаре там два дела таких рассмотрены, на самом деле сегодня они вот как вот правильно ему очень захотелось отпускных, через два года он скажет, что мне пенсию из-за вас не пересчитали, на самом деле эти проблемы могут быть, потому что сегодня человек понимает, что он получает чуть больше, ну давайте так, подоходные же он все-таки не платит и малоимущий становится, через три года он забудет, какие выгоды он получал, ну через три, через два, скажем так, три уже предельные сроки, и это на самом деле может стать большой проблемой у вас. так что всех приглашаем на курс, почему актуальна эта тема, я думаю, что вам даже и не надо объяснять, раз вы все уже записались на этот семинар, но все-таки напомню, что у нас есть приказ Минтруда, который в марте вышел, да, и который как раз регламентирует у нас те признаки, по которым налоговая сортирует и в самые опасные ситуации начинает рассылать требования или там вызывать на комиссии и так далее, да. Во-вторых, помним, что у налоговой самой есть компании по объявлению прям целых отраслей, вот Виктория Олеговна уже упомянула о маркетплейсах, общепит тоже в зоне риска, да. Общепит, да, сейчас с одной стороны он по клининг был по налогам, общепит сейчас по чекам ККТ, но под эту историю можно попасть со всем остальным, конечно, тоже. Ну, я вижу, что и по форумам, по чатам коллекции возможно, что сейчас намного чаще стали приходить такие требования и намного больше налогово интересоваться самозанятыми. Ну, мы подходим вот к этой границе, когда вот то, что я сказала, так называемый мораторик, когда нам говорили, что их не будут трогать, он заканчивается. И, ну, вот, скажем так, с 1 января мы можем оказаться уже не с добрыми письмами, не поменяйте ли сами. Хотя, ну, опять по судебной практике мы видим, что дело письмами не заканчивается, а судами все-таки переквалификации есть. То есть, возможно, что это будет больше. Ну, все понимают, что государству нужны деньги, государству нужны наши налоги. Ну, все понятно, в общем-то. Кому подойдет наш курс? Он, в принципе, подходит всем, даже необязательным бухгалтерам, да, потому что мы там не говорим ни про проводки, ни про какие-то сложные отчеты, мы говорим про практику с юридической точки зрения, да, с точки зрения оформления, даже немножко с точки зрения психологии, как нам с нашим самозанятым поработать и договориться. Поэтому он подойдет и бухгалтерам в найме, и аутсорсерам. Аутсорсерам, кстати, следует посмотреть на это с точки зрения как дополнительного заработка для оказания услуг вашим клиентам. Вы, например, можете предложить, а давайте я вам проведу аудит, давайте мы там посмотрим на ваши риски, да, переоформим, что не поздно переоформить, например. Вот таким вот образом можете вот использовать наш курс. И, конечно, предпринимателям, я знаю, что многие у нас ведут учет и оформляют, в том числе вообще без привлечения бухгалтера сами своими силами. Я просто веду еще курс сам бухгалтер для таких вот как раз предпринимателей и знаю, что таких все больше и больше, и многие вот стараются все-таки привести в порядок свои дела, поэтому наш курс подойдет и предпринимателям тоже. Он короткий, состоит из трех занятий в записи, но занятия прямо вот насыщенные, ценные. Первое занятие посвящено как провести аудит договоров ГПХ самостоятельно, там мы рассматриваем и критерии, и про самозанятость рассказываем, да, и риски. Второе занятие посвящено судебной практике, потому что судебная практика это тоже важный аргумент, и важно посмотреть и по своему региону, да, как реагируют вообще суды и налоговые, в чью пользу складывается эта практика. Третье занятие, как мы уже даем конкретные рекомендации, прям Виктория Олеговна рассматривает так можно, так нельзя на этом занятии, показывает, как переформулировать, например, что-то, да, в договоре ГПХ с самозанятым. И четвертое занятие это прям вот живая встреча, как у нас сегодня с вами происходит, но она, естественно, закрытая для слушателей только курса. Все вопросы, которые вы задавали в течение курса и те, которые у вас возникнут на этой открытой встрече, вдруг что-то приходит в голову, мы все разбираем с Викторией Олеговной и записи этого занятия тоже остается у вас на курсе. И еще один классный бонус, что всем участникам курса бессрочно предоставляется доступ к этим записям. Мы пока что не ограничиваем никого, как многие школы, и вообще сфера онлайн образования, да, если вам что-то нужно пересмотреть, вы возвращаетесь или там взять какой-то шаблон, потому что появилась необходимость, вы возвращаетесь и берете эти шаблоны. И наш курс создан специально для того, чтобы помочь вам разобраться со всеми вопросами, и мы предлагаем и разъяснения, и практические примеры, которые помогут легко сориентироваться в законодательстве. Я, кстати, чтобы не быть голословной, специально отзывы взяла от тех участников, которые уже прошли курс, да, и вот это отзывы с нашей живой встречи, что встреча была опознавательная, без воды, информативно, продуктивно, и вот большой отзыв от слушательницы нашего курса, да, что она благодаря ему проанализировала договоры с самозанятыми, исправила ошибки, очень помогла судебная практика, чтобы понять, как правильно нужно оформить договор с самозанятым, как лучше его проводить. У нас сезонный бизнес, и очень много работников оформляются, как самозанятые, особенно те, кто выпустился после института в колледже и начали применять свои знания на практике, но это для нас вот самое ценное, что не просто прослушали, да, а уже и исправили, и как себе соломки на будущее предложили. Еще хочу вам показать статистику, это результаты наших реальных опросов, которые мы проводим после курсов, и это вот как раз голосование и опрос участников по курсу самозанятых, как безопасно оформить самозанятых, да, и вы видите, что у нас в основном очень высокие баллы, есть там какие-то конкретные претензии некоторых участников, да, кто-то поставил шестерку, кто-то семерку, но мы обязательно с каждым связываемся и уточняем и постоянно улучшаем наши курсы, в том числе на основе ваших отзывов. Итак, те, кто у нас запишутся сегодня на курс, я вам предлагаю оставить либо заявку вот по QR-коду вы можете считать, оставить, сейчас еще мои коллеги, я думаю, в чате отправят такую же заявку, чтобы вам легче было оформлять ее. Курс уже стартовал, но поскольку занятия в записи, да, то мы всех приглашаем, ждем, у нас осталось не так уж и много мест, мы ограничиваем количество мест в группе, поэтому, если вы успеете, пожалуйста, заказывайте у вашего менеджера счет, стоимость курса 6500, за эти деньги вы получаете три урока в записи, приглашение на живую встречу, подборку нормативно-правок документов, чек-лист, как я уже упомянула, проверки, даже не договора, вот, а всей ситуации, вот, как бы всего, всей среды, да, работы с самозанятым. Примеры ответов на уведомления и вопросы ФНС, тоже есть такой файл у нас в курсе. Мы будем приглашать вот такую закрытую группу. В группе вас ждут новости, стартовые опросы, для того, чтобы мы, в принципе, понимали, с какими запросами вы приходите на курс. Обязательно будет анонс вебинара, вот по текущему курсу наш вебинар состоится 5 сентября и снова мы встретимся уже в более закрытом кулуарном формате с Викторией Олеговной. На курсе есть материалы, вот вы видите там всевозможная нормативка, письма, разъяснения, приказы, постановления и так далее. Уже все подобрали. Записи наших уроков, вот вы видите, ну, первый это вступительный, да, организационный урок, а дальше три, вот как раз на те темы, которые я обозначала. Подборка судебной практики, да, причем и по кругам, и по видам деятельности мы отсортировали. Ну, и полезные материалы, это вот наш чек-лист для проверки, пример ответа на требования и вопросы, какие могут задавать на рабочей встрече налоговая, да, и какими формулировками мы рекомендуем отвечать на эти вопросы. И плюс раздел обсуждения, где вы тоже можете свои вопросы в процессе прохождения курса задавать. Я надеюсь, что многих заинтересовал наш курс, тем более, что тема очень актуальная. Так, а мы переходим к вашим вопросам. Сейчас посмотрю сначала чат. Вот тут пишет Юлия, можете ли вы помочь? У нас предостережение от ГИД по двум самозанятым по их жалобам. Договориться с самозанятыми, если честно. Потому что, судя по всему, это самозанятые сами же и пошли, сказали, что отношения были трудовыми. Здесь готовится, ну, если готовится по-взрослому к войне, то как минимум проработать со всеми своими сотрудниками, потому что их могут вызывать и так далее, быть готовыми, что если дойдете до суда, чтобы они пришли и давали показания, потому что на самом деле вот эти споры, будем говорить, трудовые споры, они выигрываются только на основании показаний ваших сотрудников. То есть, ну, все время кто-то может быть злобный и обиженный, который будет рассказывать, что он получал больше всех. Поэтому здесь, ну, скажем так, сложно сказать, чем я могу сейчас помочь. Ну, ищите профессионалов, на самом деле. Потому что, да, иногда инспекция по труду тоже понимает, что это жалоба, потому что в жалобе лежит другая основа. Ну, то где-то вы обидели, неправильно посмотрели. Вопросы, опять, грамотно оформленных документов. Понятно, что инспекция по труду будет запрашивать у вас практически все из-за одной жалобы. Вот у меня сейчас такой кейс есть, пошла, причем, главный бухгалтер уволилась и пошла везде жалоба, написала, что ей зарплату не выплачивали и к жалобе добавила все остальное. Она точно знает. Да, причем она бросила фирму в отчетный период, как бы, ну, вот все эти отчащающие. И вот сейчас у меня директор пошел сам в прокуратуру, что она пишет, что зарплату не выплачивали, но он выбрал тактику, так из-за нее не выплачивали, она же бросила и ушла. Ну, то есть ничего не доделал. Поэтому здесь, конечно, надо конкретно смотреть, чем можно помочь. Так, я по чату вижу, что кто-то жаловался на связь и кто-то спрашивал про запись. Еще раз напоминаю, что запись обязательно будет, а мы перейдем тогда к конкретным вопросам. Я вижу, что вы их задавали, нас задавали тут очень и очень много. И первый вопрос от Анны. Организация по документам обязанности главбуха выполняет директор. В реальности дистанционный бухгалтер женщина на пенсии, которая не желает трудоустраиваться официально. Ну, вот опять про пенсию, да. Есть ли безопасный способ принять бухгалтера самозанятого? И мы тут посмотрели уже до вебинара с Викторией Олеговной, да, и видели, что советуют. И давайте вот напишите, что это аудиторские услуги. Ну, вот здесь, если вы читаете, я с бабой Егой согласна, что, ну, аудитор, давайте так, все-таки у нас есть закон об аудиторской деятельности, да, это человек, владеющий аттестатом и так далее. То есть ни в коем случае не аудитор. Так что с бабой Егой согласна. По поводу, вот очень часто и у нас даже есть клиенты на аутсорсинге, но тем не менее, введение бухгалтерского учета на руководителя, первое, внимательно посмотрите, чем вы занимаетесь. Это тоже очень важно, потому что в 402-м федеральном законе написано требование к главному бухгалтеру. И по определенным отраслям, особенно кто подлежит обязательному аудиту, вот у нас есть такой кейс, модное это слово, директор организации строительной, который возложил обязанности на себя, там, извините, требование к высшему бухгалтерскому образованию. То есть он не может на себя возложить. Ну, и если вы идете опять навстречу вашей бабушке-бухгалтеру, ну, может, не бабушка, там, пенсионного возраста, то понимаете, что ответственности нет никакой. Теоретически есть письма Минфина, которые отвечают, что да, может быть самозанятым бухгалтер, но здесь опять вопрос. Я не... Ну, хотя сейчас пенсионеры, давайте так, сама уже скоро там буду. Вот. Если вы работаете на удаленном, где-то у себя дома, ну, теоретически, да, наверное, вы можете это сделать. Может быть, здесь хороший совет кто-то давает делать, просто как консультационные услуги. Потому что, я думаю, что тут вопрос еще не только в пенсии, а, ну, вот, бухгалтеров, я думаю, здесь достаточно нас с вами слушают. Вопрос субсидиарной ответственности, вопрос административной ответственности главного бухгалтера. Поэтому в основе может быть вопрос даже совсем не перерасчета пенсии. Вопрос перерасчета пенсии многие пользуются этим, якобы не очень согласны с этим, что на момент перерасчета увольняется, через 2 недели опять устраиваются на работу. Этот вопрос, кстати, очень легко решается. Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Поэтому, ну, да, наверное, можно, да, наверное, конституционными какими-то услугами. Но понимаете, что, что бы человек ни сделал, отвечать будет ваш генеральный директор, он никогда не скажет, ну, потому что в договоре будет написано консалтинг какой-то, что кто-то ему помогал, в общем-то. Ну, вот, Виктор нам задает вопрос, опять оправдание, что самозанятые сами не хотят в штат. Компания нанимает самозанятых на разовые работы от 3 до 12 месяцев, так как разные объекты и разные виды работ. В штатном расписании некоторые специальности есть, по которым нанимаем самозанятых. Но тут вопрос, как бы, не только в специальности, да, а именно, ну, специальность, это специальность, но мы же в договоре должны конкретные виды работ написать, не просто там, не знаю кто, сантехник, например, да, услуги сантехника. Услуги сантехника в том-то и дело, что как раз нельзя написать. Вот это вот опасность, что мы должны четко в договоре предусмотреть результат работ. И этот сантехник мне должен отремонтировать 5 унитазов, я уже так вот, ну, сантехник у меня сразу же ассоциируется. Вот, или установить столько-то трупов, или еще что-то, а не так, услуги сантехника это совершенно непонятно. И какие, ну, вот я сидела, сантехник может просто сидеть и ждать работу, тоже услуга сантехника. Поэтому, вот я почему говорила, что очень важно в трудовом договоре конкретно написать, что он у вас делает. Сделайте это задним числом, когда он реально сделал, там, свои 5 метров. Да, можете нанимать, особенно мне нравится, что у вас все-таки разовые работы, правда, 12 месяцев такая штука, в общем-то, опасная. Разные объекты, разные виды. Вспоминаем про монозаказчика все-таки узнавать. Ну, и опять свидетельские показания, чтобы потом не было, что он опять подчиняется. И задание вы выдаете утром, когда он пришел к вам на объект. Тоже штука опасная. Так, здесь у нас не совсем понятный вопрос от Татьяны, но дальше она поясняет. Камерный хор хочет заключить договор с самозанятым на настройку рояля, по-моему, да, рояля с самозанятым. Хотелось бы исключить возможные риски, в этом и заключается наш вопрос. Есть ли тут риски в принципе? Я считаю, что если вы хорошо сделаете договор, у вас здесь есть четкий результат работы, то есть до этого рояль плохо работал, а после этого стало хорошо. Ну, как бы понятно результат работы. Не вижу никаких рисков и понимаю, что он настраивает не каждый день, а как бы периодически. Поэтому я считаю, что все у вас хорошо. Ну, просто внимательно прочитайте договор вот по поводу, когда он может прийти. Ну, вы можете установить ему срок там в течение трех рабочих дней после заявки. То есть, у вас рояль там расстроился, вы его вызвали, в течение трех дней он должен прийти. То есть, если какой-то такой рамочный договор. То есть, пожалуйста, прописывайся, все нормально. Вот это вот прям услуги самозанятых. Потому что у нас получилось, что, ну, мы переиграли с самозанятыми, мы и государство нам помогло своими писами. Все-таки самозанятые, да, вот я сижу дома, ну, я помню, я всю жизнь рояль делала. Вот я вышел, поработал чуть-чуть. То есть, не совсем для тех, как вот, бухгалтер точно не самозанятый. Может ли самозанятый ИП осуществлять пассажирские перевозки на легковом автомобиле, грузоперевозки по законодательству? Какая ответственность за нарушение у самозанятого и заказчика юрлица? Ну, здесь начну отвечать с конца. То, что я уже сказала, что ответственность будет всегда практически у юрлица, потому что он более богатый. Есть лица, которые будут субсидиарно отвечать за это. Ну, чаще самозанятого на самом деле взять-то особо нечего. И, опять же, зачем так напряженно сделать в стране? То есть, сначала разрешили, а потом делать. Поэтому ответственность будет в большинстве своем у заказчика и юрлица. Да, мы на нашем семинаре говорим, что есть ответственность у самозанятого, когда он незаконно аннулировал чеки. Ну, мало ли, вот вы поругались, с ним он взял, пошел себе чеки аннулировать. Тогда будет он, в общем-то, отвечать. По поводу перевозок на легковом автомобиле, грузовом автомобиле, есть судебная практика, мы на семинаре его разбираем, когда положительное, кстати, довольно-таки много. Здесь ключевой вопрос, опять, на самом деле, системности, для кого, как часто, кто ваши заказчики. Поэтому, пожалуйста, можно. То есть, не вижу никаких проблем, если честно, при хорошем оформлении. А мы к следующему вопросу, а то люди переходим, на какой период можно заключать договор с авансайтом, возможно ли вариант на срок бессрочно? Ну, вот бессрочно это будет прям признать трудовую. Да, однозначно нет, и если опять возвратиться к письму Минтруда, там у них вот есть не больше, чем на три месяца. Вот есть у них такой критерий. Я не очень согласна с этим критерием, но опять попадание в красную зону, то, что мы с вами говорили, ну, да, бессрочно однозначно нет, потому что у нас даже бессрочно это все-таки трудовые отношения. Можно ли заключать договор с самозанятым ежемесячным? Вот продолжение, да, эта тема, можно по-другому. Сколько договоров с одним самозанятым может быть у работодателя в год? Ну, вот нет такого критерия. Можете заключать. Если вы это будете делать каждый месяц, ну, конечно, это будут те же риски, что переквалификация у вас в трудовые отношения. Если ничего в договоре не меняется, меняется только дата. То есть, мне кажется, я думаю, вы сами это понимаете, что история не очень хорошая. Если вы там разные договоры, ну, поменяйте ему чуть-чуть, хотя бы функционал, какой, что он делает, какой вид услуг он вам оказывает. Что-то меняйте, тогда возможно. То есть, здесь вы меня нанимали там на грузовой машине ездить, там на легковой я директора вожу. Ну, вот какие-то такие вещи, да, с какими-то перерывами, они так, с 1 по 31, и 1 числа следующий договор. Я все время, знаете, говорю, сами посмотрите на ситуацию, вы сами себе верите. Вот это на самом деле такой важный критерий. Мы просто не хотим, нам хочется верить всегда лучше, а вот посмотрите, как бы с критической точки, ну, критически на свои отношения. Ну, я бы не поверила. Мы, кстати, когда в соцсетях рекламировали наш вебинар, вернее, не вебинар, наш курс по самозанятым, и приглашали наших слушателей, и у нас были такие возражения, что там служить, там ничего нет, у нас чек есть, договор есть, и все хорошо, я вот налоговый суну, и пусть они там разбираются. Ну, вот, а в итоге получается, что не совсем так. Ну, то, что я говорила на сегодняшний момент, да, на сегодняшний момент не налоговый будет разбираться, а вы с последствиями будете разбираться. Этот кейс мы разбирали, вот, в составе тех кейсов, поэтому несколько вопросов, и в том числе про образование мы пропустим. это у нас технический вопрос, вместо ушедшего на пенсию главбуха принимаем новую, ее условия быть не в штате, а самозанятые наши риски. собственно, мы уже... Ну, вы практически все это ответили, но я говорю, здесь вот плюс с бухгалтерами, что да, есть ответ Минфина, что могут быть. Я знаю реально очень многих бухгалтеров, которые работают сейчас как самозанятыми, я так называю, ну, аутсорсеры, наверное, да, но, тем не менее, вот есть риск, вдруг нас слушают, здесь аутсорсеры, которые владеют этими компаниями, ну, извините, аутсорсинговая компания, которая нанимает себе работников, и все они самозаняты, очень рисковая, я считаю, ситуация, хотя знаю, что многие так делают. Какой пакет документов надо получить из самозанятых в подтверждении исполнения услуг? Ну, вопрос очень простой, да? И мы его тоже на нашем курсе, в том числе, разбираем, это чек, обязательно, да, это договор, который нужно заключить до того, как услуги начали оказываться, и это акт выполненных работ, вот Виктория Олеговна тоже тут упоминала в начале нашей встречи. Ну, здесь, смотрите, если говорить, как юридии, да, во-первых, почему-то у всех в голове только чек, однозначно нет, потому что, ну, вот, встречаю, обсуждали, как я знаю, сейчас, что у меня там, скажем так, доцент экономического факультета, и он говорит, я чек выдаю, и все хорошо. Нет, как минимум, акт должен быть, чек это, давайте так, это подтверждение оплаты, и мы все, ну, если есть бухгалтера, мы это все понимаем, чек не подтверждает факт выполнения услуг. То есть, это подтверждение оплаты, поэтому акт должен быть. По поводу договора, как юрист скажу, оферту, акцепт никто не отменял, и письменная форма договора, но все-таки не во всех случаях обязательно. Но налоговый орган этого не знает, и вы все требования получаете, и первое, предоставить договор, и когда мы говорим, нет договора, они говорят, а, все, пропало у вас договор, нет, да никто этого не запрещал. Теоретически, на самом деле, я могу вызвать сантехника, ну, вот если у меня порядочно придет сантехника, он меня отремонтирует кран, я сейчас говорю про чистого самозанятого, который вот у нас там есть, вот муж на час, вот эти ситуации, он мне выставит даже чек, но, наверное, с ним не хватит даже чека, он напишет услуги сантехника. То есть это вот такой случай, да, и мы с ним не будем заранее заключать договор, и он не будет ко мне, то есть это когда все-таки разово. Если мы говорим про юрлицо, здесь вот то, что я говорю, сами себе поверьте, потому что, когда вы нанимаете человека, предположим, даже на месяц, на две недели, ну, ведь надо же как-то нам договориться с вами, что вы должны мне сделать. То есть здесь, это, скажем так, это оформление даже для нас в большей мере, и поэтому, да, налоговый орган, почему они возбуждаются на отсутствие договоров, типа, ну, а вот как вы договорились, вот их как-то устная форма не устраивает. Поэтому акт обязательно, чек обязательно, договор, я бы сказала, очень желательно, ну, так вот все-таки иметь. И договор, на самом деле, рамочный не очень подходит, если делаете рамочный, делаете доп. соглашение с полной детализацией, чтобы меньше было претензий от налогового органа, потому что потом переделывать очень будет сложно. И опять, вот они вот вам высылают уведомления, они вам высылают могут требования, если вы уже послали, ну, скажем так, не очень удачный договор, не очень удачный акт налоговому органу, ну, вы прекрасно понимаете, что потом переделать и в суд принести другой будет очень сложно. Поэтому желательно все-таки проводить какую-то экспертизу, ну, как минимум, перед тем, как вы это послали. То есть, возможно, вы проскочите, никто у вас ни разу в жизни не запросит эти документы, но вот когда налоговый орган требует, ну, уже вот еще раз внимательно очень посмотрите. Это опять, если у вас есть случай, возможность, вернее, переподписать, потому что, если это реальный самозанятый, вы его можете через год и не найти, чтобы он подписал, каким образом изменил вот эти условия, он скажет, я это делать не буду. Поэтому лучше, конечно, иметь все три вот этих документа. Ну, и да, налоговый, получается, номинально он нужен, ну, потому что вот требуют они стандартный пакет, да, а вам-то нужен реально, вот вы тут упомянули, монтаж унитаза, да, я вот сейчас буквально перед вебинаром пила кофе с подружкой, и она рассказывала, что они там доказала, что договоры не заключили, и в итоге, получается, сейчас те, кто исполняет у них эти обязанности строительные, монтажные, да, они сказали, ой, сложный объект, мы откажемся, и все, а договора нет, как их привлечь? И так и будет никак, потому что вот то, что написано опять в гражданском кодексе, я с юристов включу, да, отсутствие письменной формы договора не позволяет привлекать свидетелей, и никто вашей подружке не поможет, то есть, если там придет соседка, скажет, что она вот видела, как они договорились присутствовали, то есть, вы не имеете права использовать свидетельские показания, все, документа нет, по сути, да, очень высокий риск, хотя, честно, сама ремонт дела точно так же, ну вот, как бы, мы все равно, был сапожник без сапог, да. Так, после проверки ФНС, Юлия спрашивает, требует заключить трудовые договоры с самозанятыми, хотя люди категорически не хотят устраиваться, насколько правомерно требования ФНС, и как посмотреть на эту трудовую инспекцию? Я так понимаю, что Юлия тут апеллирует, что может трудовая инспекция защитит и скажет, нет, люди не хотят, не будут. Трудовая инспекция вас не защитит, был у меня похожий кейс, очень, ну, прям вот, сказала бы это, чуть ли не зеркальный, с девушкой, мы договорились за других людей, то есть, те люди, которые реально работали, у девушки, они упорно не хотели, там вопрос пособий и так далее, то есть, задним числом, ну, вот она нашла своих пару подруг, которых устроила на работу, за, вот, у нас тоже вопрос был 23-го года, правда, мы отбились все-таки на 4-й квартал, какой-то период, здесь вы понимаете, что налоговые органы тоже надо показать результат работы, и будущее, то, что я вам говорила, да, это здорово, если вам повезет, ну, вот здесь надо было сказать, что они отработали 23-й, мы договорились, 4-й квартал, мы взяли пару человек, ну, каких-то своих знакомых она устроила, другого варианта у вас нет, ну, или готовиться к сильной войне, понятно, что насильно вы не можете устроить человека, тут, ну, вы уже ошиблись здесь. Тоже из опасной сферы нам пишут, как обезопасить общепит, много услуг с нанятыми физлицами, диджеи, артисты, сантехники, электрики, фотографы, совсем мелкий ремонт, художники швей и так далее, которые не спешат стать не только ИП, но и самозанятыми. Ну, здесь, это на самом деле, это очень большая проблема, тут разговаривали недавно с туристическим бизнесом, оказывается, ни один гид не хочет тоже становиться самозанятым, гидов нет, она не хочет, ведь они совершенно спокойно себя чувствуют, вальяжно получают наличными денежными средствами. Никак, вот если честно. Здесь, ну, или искать тех, кто это сделает, или, ну, тут вот, если говорить, вот, диджеи, артист, ну, опять человек приехал, ну, может быть, договориться с ним хотя бы официально там на пять тысяч, да, а остальное каким-то иным образом. Сложно, конечно, давать вот это на всю страну, такие советы, как у меня все время говорят, говори правду, но не конкретизируй ее. Вот, поэтому здесь возможно, то есть они могут согласятся там на какие-то на пять, их оформить. Опять же, это же договор, который будет, ну, какую-то ответственность все-таки это лицо будет вести. И здесь, да, это ваша большая проблема, ничего не сделать. Если говорить про общепит, я просто упомянула, что это федеральный проект, на сегодняшний момент он действует. И на своих семинарах я рассказываю все время, что общепит, федеральный проект попал по ККТ. И если вы не хотите попасть в сферу интересов налогового органа, бейте хотя бы чеки, потому что на самом деле, как это ни удивительно, вроде кажется смешной этой ситуации, но на самом деле, очень часто новогодние праздники ни одного человека, хотя все понимают, что в ресторане места не найдете, ну и так далее. То есть вот какая-то системность должна быть, потому что налоговый орган не скрывает, что общепит сегодня в федеральном проекте. И здесь вот, ну, будете идти, скажем так, наперекор, потому что, как рассказывают, вот у нас налоговые инспекторы, я говорю, сижу целый день их сажают пить кофе, и все равно чеки не пробиваются. Ну вот как бы. Ну, значит, будем искать другие проблемы у вас в бизнесе. То есть как бы вот этим, ну, таким образом можете найти проблему. Поэтому здесь на самом деле очень сложно дать вам совет. Стать белыми. Не сможете вы, наверное, стать все-таки белыми. Ну, каким-то образом, кого-то, без кого никак, ну, без сантехников, без электриков, наверное, как-то можно обойтись, да, и мелкий ремонт сказать, что там своими силами. Ну, вот с поварами, с официантами, да, ну, вы про это не спрашивайте, слава богу. Поэтому, да, эта проблема есть. И, увы, я думаю, что, как это не грустно, хоть налоговый орган, вот, хочется все равно сказать про вот нашу налоговую реформу, это не скажешь изменения именно реформы, которая у нас произошла 12 июля, с тем подоходным налогом, с теми ставками, которые будут, я думаю, желающих из этого круга лиц, наверное, будет еще меньше. И с упрощенцами, которые будут платить у нас с вами НДС, еще вот это, налоговый орган говорит, что он всех посчитал, и он держит ситуацию под контролем. Посмотрим, осталось там 4 месяца посмотреть, но я боюсь, что, скажем так, черной занятости будет очень, да, всех ли он посчитал, если честно. Я думаю, проблем будет много. И у вас, как у людей, то есть нам нужны эти услуги, у нас вариантов никаких с вами нет. Я говорю, вот опять про своего программиста, который вот ходит, я ему говорю, давай сходь самозанятым, он говорит, только вы просите. Ну, то есть понятно, что достаешь каждый месяц деньги в сейф и даешь, других вариантов нет. Ну, вот, тут проблема очень большая. Причем сейчас, я насколько знаю, налоговый, ведь цифровые доказательства не только бумаги используют, да, а вы порекламировали в своих соцсетях, что у вас диджеи присутствуют по вечерам, что у вас певцы какие-то, да, и потом налоговый скажет, так, вот смотрите, реклама есть, как они у вас с вами, как вы с ними взаимодействовали? Ну, можно, конечно, сказать, что у вас официант там спел и так далее, но еще фотографии артиста не выставляете. Ну, да, это большая проблема и сложно, несложно на самом деле дать совет. Хотя бы, по крайней мере, по другим критериям старайтесь не попасться. Так, Евгений нам задает вопрос. А, это мы разобрали в кейсе, это тоже вот по требованиям налоговой. Дальше. Можно ли в договоре и чеке обобщенном указать услуги? Вот хороший вопрос, например, сервисные услуги. При этом в договоре указать адреса выездов специалистов в чеке просто указать сервисные услуги. Можно. Вот ключевое, даже не в договоре, в договоре и в акте. Давайте добавим все-таки ответ, потому что вы про договор говорите. Вот, и в договоре и в акте четко указать. Наверное, в договоре вы не можете сказать, куда он выезжает. Наверное, это сложно предусмотреть, но в акте как минимум все выезды. То есть расшифровать это, да, так можно? Суммы выплат по самозанятых идут с копейками, например, 12 тысяч, 1 рубль 82. Можно ли так делать? Ну, скажем так, опять вызывает сомнение, почему таким образом рассчитана цифра. Наверное, может быть. Если есть какой-то прайс, да, если у нас, да, есть там 15 копеек за там оказанную какую-то работу или еще что-то, наверное, можно, почему нет. В общем, копейки это не триггер для налога, что нужно обратить внимание на такие чеки. Про запись мы ответили, да, обязательно будет. Нужно ли требовать санкетчек? Да, конечно, нужно. И прямо в договор это обязательно прописывайте, это его обязанность, а не желание. Да, потому что, вот как уже упомянула Виктория Олеговна, потом ищи его где-нибудь. Самозанятый принят в штат, на момент принятия штат перед самозанятым остался долг из-за того, что заказчик услуг, на которые был принят самозанятый, имел долг, компания может быть. Я поняла, поняла. То есть самозанятым не рассчитались, а потом его взяли в штат. А, как теперь рассчитываться, да? Угу. И дальше уже описано, что налоговая требования, орган как раз будет говорить, потому что он потерял статус самозанятого. А, хотя тут очень интересный вопрос, если он все-таки остался на статусе самозанятого, ну, то есть теоретически можно поспорить, если все-таки после того, как его взяли в штат, он прекратил статус самозанятого, да, это подоходный налог у него. Сейчас налоговая требования начислить, как самозанятому, страховые взносы. Ну, здесь вот ключевой, наверное, вопрос, есть ли у него сейчас статус. То есть, если есть, то мы можем побороться, в принципе, то можно еще побороться, что да, он самозанятый, услуги он оказывал в том периоде, тут как бы проблем нет, вопрос это актами подтвердить, что он все-таки оказал, и он не заплатил. Я бы вам посоветовала еще сделать претензионную работу от самозанятого, то есть, когда он заканчивал с вами работать, каким-то образом сделать какую-то, может быть, новацию долга, или вам прийти к соглашению, что вы вам оплатите там в течение трех месяцев, потому что тоже у налогооргана очень часто, вот, читаю акты, решения по выездным проверкам, они говорят, вот задолженность год, ничего не делали, это свидетельствует эффективности. Поэтому, скажем так, он сейчас в ваших дружеских отношениях, сделайте какую-то переписку, что да, он заканчивает с вами работать, но остался долг, и вы договариваетесь о чем-то. Я считаю, что можно побороться. Арендовали машину у частного лица, зачем частник зарегистрировался как самозанятый, образовавшуюся задолженность на момент регистрации, а платили ему после регистрации. Как платить налог с этих сумм 13 НДФЛ или 6 как самозанятый? Я считаю, что 6 как самозанятый по причине того, что НДФЛ имеет косовый у нас метод начисления, да, НДФЛ, поэтому, ну и можете, конечно, чтобы уже было наверняка, скажем так, поманипулировать с актами, ну, чтобы все эти услуги были вперед самозанятым. Про запись, и еще раз подтвержу, что запись будет, вы можете, прям по той же ссылке, как переходили вебинар, спустя где-то полчаса она уже подгрузится у нас, и вы можете смотреть, кто не успел. Могут ли быть самозанятые, которые ищут туристов для турагентов? Здесь вопрос договора, потому что агентские схемы, здесь по сути являются агентом, они запрещены для самозанятых. Агентом, да, здесь или же вы это сделаете, как бы рекламные услуги, еще что-то каким-то таким образом, вот так вот, как в вопросе звучит, нет. Как правильно нанимать самозанятые на перевозку груза, какие документы нужно оформлять? Договор, акт, да. Самозанятые заключат договор на год, нужно ли регистрировать договор в каких-либо... Нет. Это же не аренда, да, которую мы регистрировали. Может ли сезонный детский лагерь привлекать самозанятых для оказания услуг вожатых или проведения досуговых мероприятий, кружков, видео, фотосъемку и так далее? С вожатыми, если честно, задумывалась бы опять с точки зрения ответственности, и все-таки вожатые у вас время проводят. Фотосъемка, кружки, да, наверное, может быть. С вожатыми, на самом деле, я тут думаю, что, ну, возможно, проблемы. Вы не можете... Вы посмотрите, какая особенность самозанятого, я могу завтра встать и уйти. Я же работаю сама на себя, под своим... Вот это вот, если вспомнить, вот, саму основу самозанятых. Поэтому опять я не поверю, что вы возьмете у меня вожатого, ну, как бы на смену, и человек встал завтра, сказал, да, не хочу с вами больше работать. Встал и ушел без отработки, без всего. Поэтому, наверное, с вожатыми нет, досуговые, да. Самозанятый парикмахер будет ореновать рабочими салонами ИП, какие риски у ИП? Рисков много, скажем так. Тем не менее, увы, смотрим, очень много салонов красоты работает таким образом. Очень важно, кто проводит запись, на, скажем так, на услугу к парикмахерам, кассовый аппарат, у кого, потому что, вот, на самом деле, вот ходила в салон, у меня парикмахер говорит, все, я теперь буду, как самозанятая работать. Ну, вот прям вот это все, она на том же месте сидит, теперь самозанятый. Скажем так, тем не менее, многие салоны с этим работают. Надо читать договор, надо читать документы. Поэтому, если салон полностью весь арендованный, если вы не оказываете услуги по записи, то есть приходят, то есть, грубо говоря, я предоставляю только рабочее место, помыть обещаю, ну, по сути, типа аренда рабочего места, тогда да, если у нас начинается стойка, ресепшн, чай, кофе, который подносит девушка, с одной стороны, можно тоже сказать, что это входит в аренду, ну, как бы уже сложнее ситуация. Поэтому риски, в принципе, вот у ИП, которые вот эти салоны, у меня маникюры, также приходили, эти вопросы задавали. Я все-таки советовала кого-то нанимать. Спасет ли нас письменное предложение в адрес самозанятого о принятии штат и его письменной адреси? А почему нет? Кстати, интересный такой вариант. Почему нет? Только тут важно, опять же, что он мотивировал бы свой отказ, что он работает в удобное для него время, и он не хочет вот каким-то таким образом. Я считаю, что это... Они про пособие писали, да? Да. Здесь, кстати, интересный очень подход, почему нет. ИП, розничная торговля, в штате 4 продавца, в бухгалтере отчетность ведет самозанятый бухгалтер. Можно ли оформлять договор с самозанятым на длительный срок? Бухгалтер также ведет такую же работу с другими ИП. С бухгалтерами, да, я говорила, есть письмо. ТСЖ, можно ли оформлять договор с самозанятым уборщиков и дворников? Может быть, риски, есть старые, да, риски, старые суды. У меня просто были с индивидуальными предпринимателями. Именно, ну, там было не по ТСЖ, а по управляющих компаниям. Поэтому здесь вопрос, на самом деле, графиков. Хотя я понимаю, что у вас большая беда. Знаете, вот здесь хочется остановиться. Чуть-чуть понимаю, у меня просто несколько клиентов были управляющие компании. Понимая, скажем так, сложно сказать, социально-культурный уровень данных сотрудников, вы можете, на самом деле, вот столкнуться с большими проблемами. Вот они вас могут подвести на допросе. Ну, очень высокая вероятность. Акт подписан в декабре прошлого года, а оплата и чек в следующем году, в январе, согласно закону 422, признаем расходах налогового учета по чеку. Возникнут ли претензии со стороны налогового? Нет, не возникнут. Только я не поняла, что такое 422 ФЗ. Извините. Это явно не об их учете, судя по номеру. Не понимаю, что это за закон, если честно. У нас налоговый кодекс есть и закон о бухгалтерском учете, поэтому, если есть возможность, уточните вопрос. Потому что, если это мы говорим о налоге на прибыль, то по акту. Если мы говорим о упрощенной системе налогообложения, ну, давайте так, я моделирую сейчас ситуацию, вдруг человек у нас не ответит, по упрощенной системе налогообложения, то по чеку, конечно. Поэтому здесь не очень понятно пока мне вопрос. Может ли самозанятый бухгалтер введет 2 и П работать дополнительно по договору продавцом по графику? Теоретически может, а почему? Нет, не запрещается самозанятым иметь трудовые отношения. Главное, не с тем же. Чтобы работодатель и заказчик не совпадали. Хотя, кстати, тут недавно было решение суда, и там был и работник, и он же самозанятый, и даже, насколько я помню, с положительным решением, что до этого не было. Удивительно, да. Тургенство привлекает, а вот, кстати, для проведения экскурсий и развлекательных программ гидов-аниматоров. Все они самозанятые. Каждый месяц оставляем на каждого договора и акт. Деньги выплачиваем один-два раза в месяц. Все нормально может быть, опять же, если не монозаказчик, ну и один-два раза в месяц системность уберите, только, пожалуйста, можете после каждой экскурсии выплачивать. И 20-го, и 5-го зарплата, да? Так. Можем ли нанимать самозанятых для работы в Московской области, если в профиле самозанятых указан регион 10 и другая область? Ну, я считаю, что можете там и также начать по самозанятым. Организация заключила несколько договоров с ИП на ремонтные работы в производственных зданиях на разные сроки исполнения. Документация, договор, смета, акт выполненных работ, справка о стоимости работ, какие последствия? Ну, если это реальные услуги, потому что, понимая, стройку очень хорошо и очень много у меня налоговых проверок по стройке, если реально эти индивидуальные предприниматели оказывали вам ремонтные работы, и это могут подтвердить заказчики, что там были иные предприниматели, то я не вижу никакой проблемы. Желательно не одевать их в вашу форму. Ну, вот просто я, наверное, может быть, чуть расширяю. Ну, тот человек, который задал, наверное, понимает, о чем я говорю. Или же в договоре предусмотреть, что он должен ходить, у него на спине должно быть фамилия, ну, вернее, название заказчика. Потому что, если это реальная работа, да, стройка очень хорошо с этим использует. И тут вот очень важно, я понимаю, что торопиться мы начали, реально может ли самозанятый выполнить этот объем работ? Потому что мы, вернее, у вас там ИП 60 миллионов, скажем так, если патент и так далее. То есть, может ли он сам выполнить этот работ? То есть, поднять такие грузы и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста, на вид работы. Яна задает вопрос, что когда у нас клининг и услуга указывают самозанятые, используют свое оборудование, если вероятно, что признают трудовым. Там уже много признаков, Там очень много, и есть и положительная, и отрицательная практика по клинингу. Это плюс, что у вас, по крайней мере, со своим оборудованием. Но нужно смотреть и на другие составляющие. Аутсорсинг клининального персонала по предоставлению исполнителей на крупные склады и производства. Более 300 исполнителей самозанятых. Как себя обезопасить? Мне хочется сказать, никак. Вот если честно. Нет, конечно, я не знаю, может быть, у вас миллион 200 исполнителей. Да, всего. В штате можно. Поэтому здесь, как бы, сложно. Надо смотреть более конкретно, да? У нас повторяется, как бы, это вопрос. Но это мы уже отвечали по преподавателям. Вопросы у нас копятся и копятся. Мы стараемся уже ускориться, потому что времени прошло много. В школе иностранного языка патент, преподаватели лучше нанимать как самозанятые. Лучше как ИП, и меньше, скажем так, налоговые маячки на них выставляют. Самозанятые оказали услугу О, но оплатили они услугу, когда он открыл ИП. Как эту сумму проводить, как доход по УСН, а должен ли он чек пробить? Если наличными денежными средствами, то должен пробить чек, если деньги перешли на его расчетный счет, как индивидуальный предприниматель, чек не пробивается. Самозанятая швея работает два раза в неделю, по три часа. На полный рабочий день не столько работа для швеи, но работает ежемесячно больше года. Ну вот есть риск по сроку, а так, в принципе, наверное, может быть. Ну и опять же, да, смотря, что написано. Может ли он отследить аннулирование чека самозанятого? И надо ли это, да? Потому что мы с вами тоже говорили... Ну, есть ответственность, есть письмо Минфина, да, что если они аннулировали сами, ну, без причины, то это будет их проблема. Хотя вот вопрос, как мы это с вами докажем, да. Есть ли риски? Мы последний вопрос рассматриваем и напомню вам еще раз про наш курс. Есть ли риски ОИП? Один человек работает и по договору, и как самому? Наймите еще одного, и будет 70-30. Ну, вот как бы хочется ответить. Риски есть. Пожалуйста. Кто не успел. И плюс у вас такая всплывашка в вебинар, всегда горело, да, записаться на курс и по записи, по клику на нее вы тоже можете оставить заявку на наш курс. Ну, либо, в принципе, например, связаться с вашим менеджером, с каждым со своим. Он тоже все в курсе про нашу запись, да, и обязательно выставит вам счет. Спасибо всем тоже за вопросы. На самом деле, многие очень интересные. Да, и вы тоже себе пометки сделали. Взять у самозанятого. Особенно, да, предложить ему очень, на самом деле, интересная идея, поэтому большое спасибо. Спасибо, все очень грамотно. Инна, приходите на наш курс. Да, спасибо большое, Павел. Мы тогда завершаем вебинар, потому что наша встреча и так уже длилась полтора часа. Кто не успел или кто захочет пересмотреть, будет запись. Все, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...